Настройка типов материалов Все сообщения на сайте относятся к какому-либо типу материалов. По умолчанию доступно два типа материалов – это Page и Story. Об этих типах мы уже рассказывали ранее. В этой же главе мы рассмотрим особенности создания собственного типа материалов. В качестве исходного образца возьмем тип материала Story и настроим в нем следующие пункты и подпункты. Идентификация, то есть имя, под которым этот тип материала будет виден при выборе в меню «Создать материал». Тип – техническое название типа материала. Описание – то, что будет подсказкой для администратора, решившего создать материал данного типа. Обычно в таком описании пишут, для чего применяется тот или иной тип материала. Свойства формы – название, внесенное в это поле, будет отображаться над полем ввода заголовка при создании материалов этого типа. Название поля текста – будет отображаться, соответственно, над полем ввода текста. Минимальное количество слов. Предельный размер материалов по объему. Поле ввода – пояснение. Отображаются они, как правило, в верхней части формы отправки материала и используются для подсказок пользователям. В пункте «Процесс» можно выбрать операции, исполняемые по умолчанию при создании материала данного типа. Поддержка многоязычности – функция редко используемая, однако предусмотренная. Она позволяет оформить тот или иной тип документов на нескольких языках и отображать соответствующие варианты интерфейса в зависимости от того, какую локализацию предпочтет пользователь. В группе настроек «Установки комментариев» мы можем настроить установки по умолчанию, применяемые для комментариев. Под группа «Режим показа» позволяет настроить особенности отображения комментариев на странице, а именно – задать порядок сортировки и число комментариев на страницу. В последнем случае, если число комментариев превысит этот лимит, CMS создаст дополнительную страницу с комментариями, а при необходимости – и еще одну, и еще сколько потребуется. Переход между этими страницами может осуществляться при помощи цифрового ряда, который появится при превышении лимита комментариев на странице. Настройка «Анонимные комментарии» позволит определить, разрешать ли комментарии от незарегистрированных пользователей сайта, или оставить эту привилегию только для зарегистрированных. Поле «Тема комментария» определяет, будет ли поле «Комментария» показываться на отдельной странице при нажатии на кнопку «Комментировать», или же будет отображаться лишь на самой странице с комментариями. По окончании настроек в этом разделе не забудьте нажать кнопку «Сохранить тип содержимого».